всем еще раз привет спасибо большое за то что присоединились надеюсь что у нас будет очень продуктивная сессия сегодня у меня мой первый опыт в митапе и на самом деле да давайте будем поактивнее те из вас кто не может разговаривать пишите комментарии прям как будто вот мы с вами вот сколько 14 человек в одной комнате общаемся представим до что до ковидные времена и мы сидим в одной комнате и непринужденно общаемся давайте немного расскажу о себе меня зовут марина шарипова живу я в алматы в казахстане и я действительно занимаюсь производством контента уже довольно давно и наверное моя основная деятельность всегда вот уже на протяжении многих лет это вот производство контента в инстаграме я впервые зарегистрировалась 2012 году когда еще это просто была платформа для выкладывания фотографий фотографировала там свои ноги яблочко да и конечно же ни о каком хейте тогда еще нельзя было подумать там 30 лайков получаешь ты уже довольны а потом я запускала такие про проекты как блог о сумках фэшн блог i beg you то есть прямо с нуля это был такой стендалон блог где я была автором редактором делала репортажи авторские делала всякие коллаборации конкурсы и начала выходить в соцсети и вконтакте facebook и вот впервые взаимодействовать вообще с аудиторией отвечать на вопрос аудитории после чего я создала блог о книгах айбук ю 2013 году это был уже такой портал о книгах тоже стендалон блог айбук ю кизет брала интервью у нас был пул авторов которые писали абсолютно бесплатно потому что они любят книги позже мы вышли в соцсети и instagram айбук ю он стал нашим таким основным драйвером и плюс еще завела youtube канал куда я выкладывала и свои travel travel у меня был тревел блог различные там сняты еще на 6 iphone смонтированные в i movie мои видео о путешествиях пробег вот и можете кстати найти до сих пор все эти видео есть они такие неловкие сняты очень давно и смонтированы конечно же не так как это делают сейчас вот и тогда вот именно в youtube я столкнулась с первым хейтом вот в ю тубе сидят разные люди там очень большая аудитория если ты хочешь набрать большую аудиторию то иди в youtube но и там конечно нужно быть человеком с остальными нервами в инстаграме тоже был хейт и вы знаете вот как бы когда ты начинаешь вообще в целом заниматься какой-то новой деятельностью приходишь какую-то сферу то там часто есть какие-то старожилы и вот эти старожилы когда вот приходишь ты такой фрешмен новичок они тебя не принимают ну то есть как так мы тут уже давно а тут ты такой выскочка появился и вот получается ты получаешь хейт даже не от каких-то неизвестных до людей в интернете но и от своих коллег и сегодня мы будем много говорить про хейт про негатив про критику и я хочу немного вам рассказать то есть я подготовила и сказала начать чтобы сессия вопрос-ответа но как бы сразу что при ответе да на вопросы заранее я приготовила небольшую информацию вот думаю вам будет интересно прослушать а потом мы будем с вами обсуждать и на обсуждение несколько кейсов и так давайте вообще определимся с понятиями да я хочу начать с такого понятия как критика потом поговорить про негатив и потом про хейт вот что такое критика критика бывает прошенная можно сказать и не прошенная то есть непрошенная критика вы что-то выкладываете в социальной сети и кто-то знакомы незнакомы дает вам какие-то говорят ой можно сделать здесь лучше а вот это не очень да не понравилось то есть вы не просили о критике но вам да и и люди дают да это все равно что ты идешь по улице да и к тебе прохожий говорит ой что-то вот юбка не подходит к твоей блузке да ой с челкой было лучше да ну то есть такое в жизни представить довольно сложно но к сожалению в соцсетях незнакомые люди думают что имеют право вам что-то писать другой вопрос если например вы нарисовали иллюстрацию или там записали песню или сняли свое первое видео да и вы спрашиваете быть ребят вот мне нужен нужна обратная связь мне нужен совет то есть вы тут просите о критике и конечно же тогда нужно быть готовым что вам могут ответить да кто-то думает кто то вот такие вопросы пишет просто чтобы позаигрывать с аудиторией ой ну меня сейчас похвалят и все а на самом деле критики не готов но на самом деле раз вы спросили то люди имеют право вам дать критику вот и поэтому нужно запомнить что вообще по правилам этикета и вообще по общил человеческим правилам если у вас не просили критику не давайте ее лучше не давать потому что вы получается вот человек живет в своем мире да и вы вторгаетесь вот в этот его мир другой вопрос если это ваш очень близкий знакомый с которым вы хорошо знакомый который воспримет это нормально да или допустим он знает что вы эксперт в этой теме да и вы можете ему подсказать ну к примеру да я работаю вот с визуализатором как это человек который выстраивает визуал моего блога то есть мы работали долгое время и когда я выкладываю там какую-то фотографию мой визуализатор может мне сказать ой не нужно было эту фотографию или обработка не то да потому что мы с этим человеком работаем и я знаю что это эксперт и вот такую помощь вот такую критику я принимаю следующая критика может быть конструктивные и неконструктивные что такое неконструктивная критика когда говорят вот например в подкаст пишут ваш подкаст говно ведущий дурый вот это вот неконструктивная критика то есть ну что мы можем исправить если вот нам так написали да каким образом я могу это это абсолютно неконструктивная критика конструктивная это когда пишут у вас вы знаете звук вот у второго ведущего очень тихий и а вот когда там звук перебивки очень громкий мы нам не слышно голосов вот это вот конструктивная критика ее дает ваш слушатель до ваш потребитель вашего контента, и он хочет улучшить, он действительно слушает вас, вы ему нравитесь, и из-за того, что он неравнодушен, он вам так написал. Вот, с критикой разобрались, теперь про негатив. Негатив в соцсетях, это когда человек недоволен, он недоволен, чаще всего, я думаю, это применимо для бизнеса, клиент получил плохой опыт, и он выносит это в соцсети, он может это написать вам лично, да, в директ, например, вашего аккаунта, либо если он знает ваш контакт, да, он вам пишет, либо если он не знает или не хочет, он пишет возмущённый пост или сториз, тегает вашу компанию или вас, и, естественно, эмоции, да, кишат, человек злой, вот, вот это вот негатив, а о том, как обратить вот этого недовольного клиента в довольного, мы поговорим чуть позже. Что такое хейт? Хейт, это когда, это ненависть, да, это переводится как ненависть, то есть человек уже настроен к вам враждебно, да, и кого мы подразумеваем под хейтерами? Мы подразумеваем, что это какие-то люди в интернете чаще всего скрываются там за аватарками, да, какими-то ненастоящими именами, и которым не нравится ни то, что вы делаете, ни вообще сам факт вашего существования, и постоянные хейтеры – это те, которые почему-то вы им не нравитесь, но они за вами следят, да, то есть если вот, как и старый там анекдот, если мне не нравится ананас, я не ем ананас, я не ищу ананас, я не покупаю ананас, я не читаю ананас, я не подписан в соцсетях на ананас, правильно? Но хейтеры почему-то не любят вас, но они на вас подписаны, то есть вы, вот давайте вдумаемся, да, вы даете им какие-то эмоции, да, значит им жить хорошо, когда они вас хейтят, да, и когда появляются хейтеры, когда вы раздражитель, правильно? Если вы скучный, маленький, неизвестный, то у вас нет хейтеров, вот, а как только вы выделяетесь, как только вы показываете, что вы в чем-то там, чего-то достигли, да, что-то там сделали у вас достижения, то вот появляются хейтеры, поэтому многие говорят там, вот, вот так, что мы обсуждали, говорят, к сожалению, у меня нет хейтеров, то есть вот хотелось бы, это бы значило, что я стал известным, да, и говорят же, ну поздравляю, значит, ты достиг известности, раз у тебя появились хейтеры. А есть креаторы контента, создатели контента, которые специально провоцируют, то есть у них такой контент, который вот на хайпе, да, то есть постоянно провоцировать, и вот на энергии этих хейтеров они держатся, потому что все-таки это энергия, представляете, да, вы знаете алгоритмы инстаграма, любой комментарий, да, это активность, и если у вас куча негативных комментариев, это тоже подбрасывает ваши посты вверх, да, ну и плюс это та энергия, которую вам дают. Вот, не всегда хейтер пишет вам злое, иногда это может маскироваться под очень милыми сообщениями, это может быть пассивная агрессия, когда человек явно вам не может сказать, и он это маскирует, да, якобы под что-то вот милое, ну то есть, ой, ой, а вам с челкой лучше было, ой, что-то, ну длинные волосы, конечно, вам лучше шли, или, ну, похудели, но вот раньше лучше было, да, то есть, вроде бы человек ничего гадкого не сказал, да, как бы, что, и ты вот сидишь и думаешь, это я себе придумываю, если вот я сейчас начну злиться, обо мне подумают, что я истеричка, ведь человек же мне ничего не сказал, но вы бывает, говорите, хотите защитить свои личные границы, и вы пишете, ой, вы знаете, но вообще-то я сама знаю, какая прическа мне идет, ну то есть, вы пытаетесь, да, осадить этого человека, и вам в ответ, да вам показалось, да я же из лучших побуждений, я же только хорошая, вы мне нравитесь, то есть, вот это вот пассивная агрессия, и такое тоже терпеть нельзя, вот, задача любого хейтера, это вывести вас из себя, то есть, они вас вот так вот ковыряют, и их цель, это чтобы вы отреагировали, если вы спокойный, если вы как монолит, да, представьте, вот вас не прошибешь, вот вы же встречали, наверное, таких людей, почему-то у меня такой образ, такого очень большого, вот в кино встречается, как Дуэйн Скала Джонсон, да, такой накачанный мужчина, которого все боятся, и вот какие-то мелкие там собачки прыгают, да, а он, он может их одним ударом вырубить, но он спокоен, да, и ничего не может вывести, то есть, если, представьте, вы вот так спокойны, разве вас может кто-то вывести, вы в себе уверены, правильно, и нет, никто не может вас вывести, но это очень просто на словах, я это знаю, но когда нам прилетает хейт, допустим, вы там, не знаю, выложили какой-то, ну, свой проект, там, какой-то пост, чем-то поделились, вы так рады, вы так долго это делали, и вот вам пришло, там, написали 99 комментариев, что вы молодец, и один комментарий, что вы не молодец, и, конечно, вы будете думать об этом одном комментарии, ваше всё настроение, вся ваша радость, да, она просто улетучится, и у меня такое было, неделями я могла думать о каком-то вообще неизвестном человеке, который мне оставил такой комментарий, я прокручивала в голове, ну что же я не так сделала, ну почему, ну я же не так хотела, ну я же не это хотела сказать, и вот эти внутренние диалоги, попытка потом в следующих stories как-то себя обелить завуалированно, да, потому что ты, нас же всех приучали, ну, не агрессировать, да, мы же все, особенно вот девушек в Центральной Азии, да, что ты не должна, иначе о тебе подумают, что ты истеричка, и ты вот эти эмоции в себе подавляешь, и как-то пытаешься, но этот человек у тебя не выходит из головы, а что в это время делает человек? Живет своей жизнью, он о вас больше не думает, он вас плюнул через 5 минут, в Бейонсе плюнул через 3 минуты там, в Риану плюнул, и живет, и живет, спит, ес, да, и вообще даже не думает, что вы о нем, то есть он достиг своей цели, да, вот, тролли тоже делают, троллям вообще делать нечего, то есть они кайфуют, и когда вы им отвечаете, они за это цепляются, и вот этот диалог разворачивается, поэтому, как вы, наверное, уже поняли, лучше, вот когда вы чувствуете троллинг, да, или такой хейт, не реагируйте на это, просто представьте в голове, каким будет ваш дальнейший диалог, вы ответили, вам ответили, третий подсоединился, а еще же в интернете все можно заскринить, даже вот то, что вы переписываетесь в директе, а не в комментариях, это все скринется, это все выкладывается, и в итоге ваша репутация, ну, как бы, будет загублена, вы там послали, да, и вам это никогда не забудут, например, в Казахстане был такой случай, когда пиарщица одной очень-очень крупной компании написала пост, где на три буквы послала, просто всех хейтеров, открытым текстом, и через много-много лет ей это все припоминали, конечно, много шума было, конечно, она человек, но она представитель этой компании, вот, и, ну, конечно, ее, по-моему, не уволили, но такой вот кейс, да, что еще мы встречаем в интернете? Это кибербуллинг, когда массированная атака на вас или на человека, которого вы знаете, и, как бы, там даже если блокировать, это как снежный ком, то есть начинают булить, начинают писать, и уже непонятно, где истина, да, следующее понятие, которое мы познакомились за последние годы, это культура отмены, cancel culture, да, то есть когда, вот, действительно, группа людей в интернете может отменить человека за какие-то его действия, как-то что-то написал, да, не так, был не толерантен или даже не обязательно в интернете, даже если вот все мы знаем кейс, там, Харви Вайнштейна, Кевина Спейси, когда с Кевина Спейси вообще разрушилась карьера, да, из-за того, что он сделал, из-за вот этих домогательств, изнасилований, да, то есть вынимаются, изымаются фильмы, стриминговые системы убирают эти фильмы, студии отказываются сотрудничать, да, и человек несет ответственность, и у культуры отмены нет срока давности, то есть могут найти твой твит десятилетней давности, когда, например, ты был, ну, например, ты был гомофобом, да, но сейчас ты не гомофоб, и 10 лет назад ты писал этот твит, его вытащили, и все, да, можно сказать, твоя карьера разрушена, причем нужно понимать, что если вот культура отмены пока только на Западе работает в такую сторону, то она работает и в обратную, и мы с этим столкнулись в Казахстане, я вот расскажу про кейс, когда не только вот как бы осознанные, да, толерантные люди могут зашеймить там человека, который пишет, например, какие-то гомофобные настроения, да, или там поощряет насилие, да, в отношении женщин, но и наоборот, то есть тут получается глаз толпы, и вот у кого больше, да, последователей, тот и прав. Вот, теперь давайте поговорим про границы. Вообще люди даже в соцсетях видят, да, какой вы человек, как с вами можно, как вы реагируете, вы все-таки транслируете свой образ, да, и они, почему вот некоторым пишут хейт, другим нет, вот, например, я в воскресенье выложила пост про вакцинацию, и он был довольно-таки эмоциональный, немного агрессивный, что мне не сильно свойственно, я сказала там троеточие, антиваксеры, вы задолбали, носите маски, не покупайте паспорта вакцинации, и как вы думаете, написал ли мне кто-нибудь из антиваксеров? Никто, ни один антиваксер мне не написал, то есть я ждала, я сидела такая, ну все, сейчас придут, сейчас будем бороться с мракобесием, да, ни один не написал, почему? Потому что на моей странице есть правила, то есть они знают, что со мной так нельзя, что я заблокирую, что я отвечу, и что меня так просто не выведешь, а есть даже сознательные антиваксеры, которые так же, как и я, не хотят вступать ни в какие споры, у меня своя позиция, у них своя позиция, как бы да, я на своей странице написала, но я не лезла к ним, и они не лезут ко мне, вот, то есть вам, возможно, стоит определить какие-то правила страницы, и то, что вам говорят, ой, ты же блогер, ты обязан терпеть, ну раз ты блогер, то все, терпи, да, в интернете вот так, вы не обязаны ничего терпеть, ваша страница, это ваш дом, никто не имеет права туда заходить в грязной обуви, говорить, ой, страшный потолок, что-то штукатурка обвалилась, что-то чай невкусный, и вообще ужасно тут у тебя, да, то есть вы никому не позволите зайти к себе, ну, в дом, да, я надеюсь, то же самое на вашей странице, то есть вы можете даже отдельно написать, что на вашей странице нельзя для того, чтобы предотвратить это, допустим, там, зонгомофобные там высказывания, блокирую, да, или еще что-нибудь, да, или там, например, вот на моей странице, вот я девушка, которая носит платок, не нравится, уходите, все, я вас блокирую, выслушивать то, что там казахи не носили платок, я не обязана, потому что вы действительно не обязаны, вот, теперь давайте вот поговорим о том, на что направлена критика и почему мы так реагируем, а вообще мы реагируем, потому что мы хотим нравиться, и вот только что Джазгуль сказала, что 40% никогда не сталкивались с критикой, ой, с хейтом, да, но боятся его, то есть вы еще даже не столкнулись, но вы уже боитесь, а почему? Потому что мы все хотим нравиться, мы идем в соцсети, накладываем фильтры для того, чтобы выглядеть красивее, чем мы есть, мы знаем свою рабочую сторону, мы знаем там девушке, да, как там свою талию показать так, чтобы она казалась тоньше, да, мы хотим нравиться, это нормально, и в принципе в соцсети идут за одобрением, за аудиторией, за лайками, за славой, за популярностью, да, и именно поэтому мы не хотим не нравиться, да, если мы кому-то не нравимся, то мы хотим ожесточенно это исправить, мы из-за этого переживаем и пытаемся переубедить человека, но вот сейчас вот я вам задам вопрос, пожалуйста, ответьте в чат, видели ли вы когда-нибудь, чтобы в интернете кто-то кого-то переубедил и изменил точку зрения человека, там в комментариях, например, что вот были разные точки зрения и из-за дискуссии кто-то вдруг поменял точку зрения, напишите, пожалуйста, да, нет, не помню такого, нет, нет, нет таких правил, а у кого на странице есть такие правила, не помню, и я не помню, ребят, о чём это говорит, в споре в интернете невозможно никого переманить на свою сторону, мы, конечно, можем поменять точку зрения, но в других условиях никогда кипят страсти, никогда идёт ожесточённая там борьба, потому что каждый стоит на своём, да, если бы условно это было не в интернете, а в реальной жизни, и если бы у нас с нашим противником была одна цель найти истину, да, или там, например, прекратить ковид в нашей стране, мы бы смогли прийти к консенсусу, но в интернете, к сожалению, в этих комментариях нет, читая посты, конечно, можем, да, то есть как только кипят страсти, всё, логика улетучивается, вот, теперь давайте вам расскажу выдержки из книги Марка МакГиннеса, можете записать, Марк МакГиннес, несмотря ни на что, я читала эту книгу очень давно, она как раз-таки о том, как справляться с критикой, как на неё реагировать, Марк МакГиннес – это психотерапевт, и вот то же, что я вам сейчас расскажу, это для меня стало таким прям супер-классным ориентиром, почему я стала вообще иначе воспринимать хейт в интернете. Итак, Марк говорит, что критика воздействует первое на нашу душу, или на наше эго, или на репутацию, и что это значит? Смотрите, душа, то есть в глубине души вы о себе знаете вообще, кто вы такой, вы знаете о себе всю правду, да, например, вот если вам скажут, да, подойдут человек, да, скажут, ну, ребёнок подойдёт, скажет, я твой внебрачный сын, вы скажете, нет, ну, как бы вы же знаете, что это не ваш сын, да, например, ну, иногда нет, но будем думать, что да, да, вот, то есть такие вещи, которые вы точно знаете о себе, да, вот, вы можете пытаться, стараться, казаться кем-то, да, но внутри вы всё про себя знаете, вот, то есть получается, что критика может воздействовать на вашу душу, и когда она воздействует на душу, если вы знаете, что это не так, вы спокойны, да, если мне, например, скажут, ну, условно, да, ой, Марина-то от 150 килограмм весит, но я же знаю, что я вешу не 150 килограмм, и это меня никак не трогает, это меня не выведет из себя никоим образом. Следующее, на что может воздействовать критика, самое часто распространённое, это ваше эго, эго это то, каким вы хотите казаться, это ваше представление о вас и ваша важность, да, это то, каким вы хотите быть и как вас должен воспринимать мир, но эго, слушать эго, это очень чревато, потому что наше эго очень хрупкое, его нужно, его можно очень легко разбить, повредить, но зато его можно очень хорошо лелеять, вот есть, например, люди такие, у которых есть, вот как голый король, да, известная сказка, у него есть свита, которая говорит, что ты одет в самую красивую одежду, а на самом деле ты идёшь голый, и если тебе все будут говорить всё твоё королевство, то ты в итоге в это поверишь, и от этого ещё ужаснее, когда вдруг кто-то говорит тебе что-то, что не соответствует твоим ожиданиям о себе, вот, то есть, когда вас, критика воздействует на ваше эго, это вас ранит, вы чувствуете себя очень плохо, вы чувствуете себя бедным, несчастным, вы понимаете, что вы этому человеку не понравились, но вы так хотите нравиться, вы ведь хотите нравиться даже своим хейтерам, вы хотите, чтобы они вас любили, да, вы не можете даже представить, что вас может кто-то не любить, и, например, ваша душа знает, что критика несправедлива, что вы-то, например, не такой, не надо волноваться, да, но ваше эго, оно возбуждается, оно чувствует угрозу, и даже если это не негатив, бывает даже кого-то похвалили, а вы уже злой, да, потому что если он классный, то значит я не классный, и как бы эго есть у всех, вот, но важно понимать, что если вы хотите достичь успеха, то нельзя позволять себе лелеять эго, вы помните, даже у королей всегда был придворный шут, которому позволялось говорить всё, и ничего ему за это не было, то есть все вокруг там какие-то сладкие речи говорили королю, а этот шут мог вообще как бы правду матку рубить, и ничего ему за это не было, то есть вы должны понять, что вас всё равно будут критиковать, и кто-то всё равно будет вас неправильно понимать, но хотите ли вы тратить на это время, да, как я говорила, хейтер вам накидал гадостей, да, и пошёл дальше заниматься своими делами, он сладко спит, он сладко ест, он смеётся с друзьями, а вы в это время переживаете и думаете, как бы понравиться ему, то есть понравиться всем невозможно, да, если вы пытаетесь это сделать, вы направляете, как психологи говорят, вы сливаете энергию, да, и вы отвлекаетесь от своей работы, вот у вас есть вот ваш контент-мейкинг, то, чем вы занимаетесь, а вы отвлекаетесь и пытаетесь кому-то понравиться, и поэтому очень важно различать душу и эго, и ещё одно, когда критика воздействует на вашу душу и на ваше эго, отвечать не надо, вот вообще никак отвечать не нужно. Следующее – это репутация, репутация – это то, как видят вас люди, ваши коллеги, партнёры, сотрудники, кто ещё, члены команды, да, ваши болельщики, и это представление людей о вас, вообще это ваш личный бренд, и когда критика воздействует на вашу репутацию, то это значит, что ваши, ну, вот эти значимые люди в вашей жизни, да, вы можете их подвести, да, то есть, получается, они о вас узнают, например, что вас пускают вслух, что вы, там, грабитель, да, и вы понимаете, что это может повредить вашей репутации, то есть в душе вы уверены, вы знаете, я не грабитель, да, а ваше эго никак не задето, потому что это ложь, это вообще клевета, это неправда, но что о вас подумают ваши партнёры, ваши коллеги, да, то есть вам нужно сохранить репутацию, и вам нужно об этом сказать, вам нужно что делать в этих случаях, да, во-первых, предупредить вот всех вот этих важных людей, вы можете публично не говорить, но если вы знаете, что это как-то там публично вышло, вам нужно предупредить этих людей, чтобы они никакие домыслы не ставили, люди могут к вам не обратиться напрямую, да, они такого прочитали где-то в фейсбуке, в инстаграме, ага, Марина, оказывается, это деньги ворует, да, вот так вот, вот, а второе – это сделать публичное заявление, то есть вот это тот случай, когда нужно выступать без эмоций, перечислением фактов, чем больше фактов, тем больше, да, и попытаться сделать это до того, как вот разгорится пожар. Вообще в предотвращении негатива в бизнесе, в маркетинге самое важное – это вот как можно быстрее принимать решения. Почему многие скандалы выходят из-под контроля, да, потому что вот когда загорается кусочек скатерти, на него никто не смотрит, а когда уже вся скатерть, весь стол в дыму, вот тогда вот у нас там начинают антикризисным пиаром заниматься. Вот, то есть вы должны сделать публичное заявление, это ваша позиция. И если уже это требуется, то нужно обращаться к юристу. То есть если вы считаете, это клевета, обязательно проконсультируйтесь с юристом, то есть вот здесь вот уже, то есть Марина весит 150 килограмм, это, ну, ничто, на это я не должна делать никакое заявление и не должна там привлекать своего юриста, не должна ругаться, да, а если там говорят, обвиняют там в хищении каком-то, то тут уже нужно обязательно обратиться к юристу. Вот, то есть важно, как я сказала, посмотреть на кого, на что направлена критика. И теперь про негатив клиента, да, про бизнес, еще одну книгу посоветую, Джон Шоул, «Лояльный клиент. Как превратить недовольных клиентов в лояльный». Очень короткая маленькая книжечка, если у вас бизнес, занимайтесь предпринимательством, ну и в целом контент-мейкерам тоже, думаю, будет очень полезно, потому что вы производите какой-то продукт, да, и у вас есть потребители ваших услуг и продуктов. Вот, что нужно делать, то есть обращается недовольный клиент, ваша задача – это не спускать это, да, ну как бы не спускать на тормозах, нужно пойти навстречу, выяснить, что случилось, где случилось, например, в каком заведении, да, что произошло, извиниться, поблагодарить за то, что человек не поленился, дал вам обратную связь, и предпринять действия, то есть нужно пообещать разобраться и на самом деле в этом разобраться. Вот, тогда что ещё вы можете сделать? Вы можете дать какую-то скидку, вы можете дать какую-то компенсацию, если, например, это произошло в ресторане, то вы извиняетесь, да, и, например, дарите десерт или делаете скидку, и бывает, что вообще какая-то ситуация, например, вот связана там с технологией производства, да, когда вам не верят, например, там открыли сок и оказалось, что он прокисший, то есть такого клиента, особенно если у него большая масса подписчиков, да, если в соцсетях, то с каждым днём это день просрочки, то есть этот комп будет нарастать каждый день вашего бездействия, а это губительно для бизнеса, потому что всё-таки выбор сейчас большой, и люди будут отказываться от ваших товаров и услуг. Вы можете пригласить этого человека, и тут главное пойти на встречу. Пойдёт он вам на встречу или нет, это уже другой вопрос. Чаще всего те, кто просто хейтеры, просто хотят, ну, от нечего делать, потопить, они не идут на диалог, не приходят. А те, кто действительно там ваши пользователи, да, и ваши клиенты, и хотят, чтобы вы стали лучше, вот, они придут, потому что ваша цель – это сделать сервис лучше, чтобы другим людям это не попалось, да, вот. И таким образом, когда недовольный клиент, его эмоции улягутся, вначале, понятно, он очень злой, он не хочет ни с кем разговаривать, он вообще говорит, да, не нужны мне ваши ни скидки, ни торт, ничего, да, я был голодный, меня там плохо обслужили, да, у вас там волос, да, тарелки. Но потом эмоции как бы сглаживаются, и человек даже немного чувствует себя виноватым, да. Он такой, блин, зачем я такой большой раздул скандал? И вы идёте к нему на встречу по-человечески, да, вы честны, вы открыты, приходите к нам на производство, посмотрите, как мы делаем, мы покажем все этапы, да, человеческий фактор, но мы будем его исправлять. И такой клиент, он станет вам намного более лояльным, и он станет вашим адвокатом. Вот об этом книга Джона Шоула. У меня есть вебинар про личный бренд, где я рассказываю, что личный бренд, это когда вы не милый, хороший, и нравитесь всем, это когда вы интересны, когда у вас есть своя собственная позиция. Если вы посмотрите вот свои подписки какие-то в Инстаграме, на кого вы подписаны, кто у вас ролевые модели, то наверняка это люди с позицией, с характером, пусть не всегда удобным, пусть не всегда отвечающим большинству, но которые защищают свои ценности. Быть хорошим, милым для всех – это вот путь в никуда. И тут, если вспомнить политические изменения в Казахстане, которые начались в 2019 году с вот этого баннера на марафоне, и многие блогеры никак не реагировали на это, потому что они такие, ну, я же не лезу в политику, я не хочу никого обижать, я не хочу терять свою аудиторию, я ничего не буду писать. Но со временем кто-то из них изменил позицию и стал писать. То же самое вот с фемповесткой, да, или вот с ЛГБТ, или даже с вакцинацией. Вот когда я написала про вакцинацию, мне сказали, о, Марина, вы не боитесь потерять свою аудиторию, прям многие блогеры замалчивают это, и потому что боятся потерять свою аудиторию. Тут нужно определиться, что вам важнее, ваша позиция, да, либо быть милым и хорошим. Я думаю, что если у вас действительно есть какие-то жизненные принципы, и вы хотите менять как-то, да, общество, то да, придётся пожертвовать какой-то частью своей аудитории, но вы зато заявите о своей позиции. И можно пытаться образовывать людей через вот ненасильственные посты, да, то есть разъяснять, объяснять, собирать мнения, действительно вести диалоги, да, с теми людьми, которые хотят этому научиться. Но будут люди, которые просто будут воспринимать всё это в штыки, и, к сожалению, ну как бы с ними ничего не сделаешь. Вот как раз способы предотвратить хейта я написала. Первое – это самоирония, не относитесь к себе слишком серьёзно. Когда у вас вот такая корона вашего эго, это всем видно, и вас легче всего задеть. И вас будут задевать, и над вами будут смеяться. А когда вы сами над собой можете засмеяться, вы говорите там, да, я такой. Вот как, например, блогер и пиарщик Алишер Еликпаев казахстанский, он вообще говорит, да, я страшненький двухметровый прыщавый. И как бы, и кто его, ну кто может его внешность похейтить, если он сам за себе так говорит, да. Вот, и всегда отвечает иронично. Показывайте в соцсетях не только свои взлёты, победы, но и падения. Показывайте людям, что вы тоже, ну как бы, человек, и это всегда для сторитейлинга лучше привлекает, да, то есть люди видят, что они не одни. Ну и плюс, когда мы видим успешный успех, нам не особо-то интересно. Нам хочется следить за живыми, интересными людьми. Когда вы выставляете, иногда, а вот, следующее, не нервничайте. Если хочется, вот руки чешутся кому-то что-то припечатать, пожалуйста, сразу не отправляйте, используйте метод Чингисхана. Он загибал, прежде чем убить кого-то, он загибал пальцы. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И его гнев проходил, и человек оставался живой. Вот, используйте этот метод. Может быть, по нескольку раз десять пальцев нужно будет посчитать. Вот, и взращивайте своих защитников, своих лояльных читателей, подписчиков, адвокатов бренда. Расскажу кейс с нашим книжным клубом. У нас вот вайбукью был книжный клуб, и у нас взнос составляет тысячу тенге. Тысяча тенге – это сколько рублей? 200 рублей, да? 200 сомов. И это просто вот реально такая планка от неадекватов. То есть, и мы в этом убедились. И внезапно, то есть наш клуб существует год, там каждый новый член приходит, там тысячу тенге сдаёт, всё, он в клубе, членская карточка. И тут какой-то залётный человек приходит к нам на страницу и пишет, ах вы меркантильные твари, тысячу тенге, да как вам не стыдно? Да вы вообще должны бесплатно распространять любовь к литературе. Вот вы обогащаетесь на простых людях. А я администратор этой страницы, я как бы сооснователь клуба. Но я сижу и смотрю на это сообщение, и пока я думала отвечать, не отвечать, представляете, все члены нашего клуба увидели этот комментарий, начали нас защищать. То есть нам даже ничего не нужно было писать этому хейтеру, его просто заклевали наши адвокаты бренда. Вот, то есть если у вас есть такие защитники, это очень круто. Но единственное, не нужно думать, что кто-то должен вас защищать. Иногда вас никто не будет защищать, и это тоже нормально. Вот. И последнее, это отстаивайте свои границы. Как я говорила, личный бренд строится на том, что вы интересны, а не милы. То, что у вас есть характер, у вас есть стержень, и у вас есть своя позиция. И иногда нужно её чётко показывать, свою позицию, и отсекать кого-то достойно, не переходить тоже границы, чтобы вам самому стыдно не было, и на вас суд не подали. Но, как бы, не быть бесхребетным. Вот. Потому что, ну, иначе в интернете никак. И ещё вот то, что я, помните, вначале говорила, на что воздействует критика, душа, эго и репутация. То есть уметь распределять, разобраться в своих чувствах. Потому что чаще всего это эго, это когда мы прокручиваем постоянно, это когда мы хотим доказать этому неизвестному человеку, что нет, я же хороший. А там уже, возможно, уже из психологии, корни, может быть, из детства, что вас там, вы реагируете только на похвалу, вы хотите нравиться, задать себе вопрос, почему я хочу всем нравиться. То есть от того, что вы кому-то не нравитесь, вы хуже ведь не стали. И когда вы это осознаёте, то вам становится очень легко.